Осужденному в понедельник на два года учителю физики Юрию Паку разрешили проститься с матерью. Его привезли на похороны, но журналистам запретили это снимать. Между тем, социальные сети переполнены гневными комментариями людей, возмущенных приговором. В чем они видят несправедливость? Почему сокамерники называют Юрия Пака Джекичана? А семья учителя не держит дела на судью и сотрудников СИ-16 в сюжете Людмилы Батюшкиной. До последнего момента не было известно, позволят ли Юрию Паку в последний раз увидеть мать. Но перед панихидой его привезли к залу прощаний. Тут же журналистов предупредили, что если конвоиры заметят хоть одну камеру осужденного учителя, не выводя из автозака, увезут обратно все 16. Эти кадры сняты скрытой камере вопреки запрету. Всех присутствующих также попросили не проявлять эмоций. Можно внимательно, чтобы все было правильно, Юрию быть здесь гораздо больше. Да, пожалуйста, когда его сейчас приведут, да, ну не надо на него, ну скажем, подходить к нему. Сам учитель, осужденный на два года колонии, за звонок о заложенной бомбе слез сдержать не мог. Молодец! Людмила Пак тоже школьный учитель. Скончалась в воскресенье, а в понедельник Азбибийский суд Караганды приговорил ее сына к двум годам колонии. Адвокаты, специалисты Казахтелекома доказывали, что злополучный звонок был сделан не с мобильника учителя, а с городского телефона подразделения ДЧС. Но суд все же поверил экспертизам. Две из трех подтвердили, что на записи ЦОУ голос Юрия Пака. Центр есть, города Караганда, ЦУМ. Я хочу бомбу туда заквали. А знаете почему, девочки? А? Почему? А почему я 10 лет отсидел ни за что? Меж тем, последние три дня интернет взорвал шквал негодования казахстанцев, несогласных с приговором учителю. Социальные сети заполонили хэштеги «учитель не виноват», а ситуацию с судом над ним и приговор называют беспределом и беззаконием. Чаще всего Юрия Пака сравнивают с Максатом Усеновым, который на автомобиле пьяным и без прав сбил шесть человек, но отделался лишь 45-ю сутками ареста. Дети всяких чиновников и мажорики, у которых есть средства откупиться, которые убивают людей, сбивают на пешеходах, на своих крутых джипах, уходят от ответственности. А тут за какой-то звонок, который доказано, что не совершал этот человек, что любой из нас мог оказаться на его месте, просто несет ни за что какое-то наказание. Причем дали два года. Ну за что человека засудить? Он из порядочной семьи, он верующий, он преподаватель физики. Скажите, разве он мог такое сотворить? Ну конечно нет, это нашли крайние вопросы, это просто несправедливо. Просто сделалась галочка, что вот преступник, все по бумажкам отчитается, вот что это, больше это ничего. Юрию Паку прокуроры предлагали пойти на сделку со следствием, признать виной, получить условный срок, но он отказался. По словам жены учителя Ольги Пак, сокамерники Юрия называют его Джеки Чаном и настоящим мужчиной, знают его историю и сочувствуют. За решеткой он уже дает им уроки физики. Дети очень любят отца, очень сильно любят отца. И они мне не задают вопрос, они, слава Богу, никого не проклинают, не ругают. У меня в сердце тоже этого нет, но мне надо было что-то объяснить, потому что то, что с вами случилось, это просто бесчеловечно. Но вот вчерашний, сегодняшний день я увидела, что люди есть везде. И я благодарна. И я не сужу тех, кто сделал нам плохо. Я не сужу. Мне Юра сказал, когда вынесли приговор, он мне сказал, не проклинай никого, не говори ни о ком плохо. И тому же научи детей. Осужденный учитель физики намерен опротестовать решение суда. Приговор вступит в силу после апелляции. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Иванюк, 5 канал.